Приветствую вас! Первое, что хочется сделать, это поддержать своего коллегу, сказать, что действительно непонятно, почему вы, уже работая с психотерапевтом, ищете других рекомендаций, пытаетесь работать другими людьми и так далее. То есть, а хорошего в этом, ну, ничего не будет совершенно, это нужно понимать. То есть, вам нужно работать сперва с одним человеком, потом, если вам не нравится, не подходит поменять его, там, начинать работать с другими. Это, во-первых. Во-вторых, здесь, вам надо говорить о том, что у вас страх, и, либо, вот просто по страху, можно дать самые общие такие рекомендации по борьбе со страхом, как убрать, как снизить. Во-первых, полностью убрать страх, пожалуй, это не получится, потому что, это нужно время. У вас достаточно серьезно произошло, серьезные изменения произошли в восприятии того, что с вами произошло, и вам, я понимаю, очень тяжело сейчас. Вот. Мы можем немножечко снизить уровень этого страха для того, чтобы вам было легче с ним как-то жить. Вы говорите о том, что боитесь повторения, да, боитесь тошноты, рвоты и всех-всех симптомов, которые у вас были. То есть, вот, я сейчас даже зачитаю это под предсознание, да, значит, и вы боитесь того, что это у нас будет. Ну, во-первых, у вас была инфекция, и, как бы, вам, наверное, дали рекомендации о том, как эту инфекцию вновь не подцепить, да, то есть, как сделать так, чтобы инфекция больше вам не грозила. Думаю, что, вот, скорее всего, скорее всего, вы, вот, это, рекомендации, вы получите. И все, что вам нужно делать, это, во-первых, следовать этим рекомендациям. То есть, сделать так, как вам сказал ваш, например. Вот как он вам сказал, так делать и нужно. Это первое. Второе. Чтобы снизить страх, я бы рекомендовал вам действовать следующим опытом. Вы когда-то пережили очень сильное потрясение, да, то есть, вам было очень плохо, и вы прямо чувствовали, наверное, что, ну, вы прям боялись, наверное, умереть, и вообще вам казалось, что так плохо себя чувствовать нельзя, и что вы вообще, там, чуть ли не смертельно, смертельно больны, вот. И у вас были определенные перед этим симптомы. Симптомы у вас были такие, да, что тяжесть имелась в животе. И за счет того, что имело место быть, вот это вот причинно-следственная связь между первым явлением, то есть, между первой предпосылкой, это предпосылка дискомфорт в животе. И, собственно, ваша болезнь, у вас теперь есть причинно-следственная связь, ваше зазнание, удерживает вот эту связь, что после дискомфорта обязательно наступит болезнь. Ведь многие люди испытывают дискомфорт в животе, многих людей, точнее, и, собственно, расстройство кишечника случается также у многих людей. Но далеко не каждый из них, из этих людей, боится, как мы, заболеть. И если вы боитесь заболеть, значит, у вас эта вот неверная причинно-следственная связь имеется, которая как раз-таки мечтает вам адекватно и правильно воспринимать то, что с вами происходит. Чтобы разбить эту причинно-следственную связь, чтобы ее не было, вам необходимо постоянно себе задавать вопрос. Вопрос, в каком характере. Вот постоянно спрашивать себя, вы заболели? Вы болеете или нет? То есть, постоянно отдергивать себя, когда вы чувствуете, так и с симптомами. Видите ли, страх не переносит того, того, когда его начинают вытаскивать в область рационального, в область адекватного восприятия. Этого страх не любит. И из-за этого, если вы будете спрашивать себя, вот, просто задавать себе будете вопрос, то вы будете успокаивать таким образом себя, и страх будет уходить. Вам будет самой легче снизить. Так просто спрашивайте себя, ну хорошо, меня дошли. Но все ли это с симптомой болеть? Нет. Болею ли я так, как болел раньше? Нет. Значит, волноваться не о чем. Волноваться не о чем, беспокоиться не о чем. Это то, что вам желательно бы сделать таким вот, знаете, частью, такой, частью своего мышления, я бы сказал. Чем чаще вы будете задавать себе такой вопрос, тем меньше у вас будет поводов для паники, поводов для того, чтобы переживать и так далее. Ну, вообще говоря, у вас не будет их совместно, потому что этот вопрос, он поможет вам воспринимать то, что с вами происходит в реальном времени, а не как бы в будущей перспективе, что является неправильным, надуманным очень часто, и кроме негатива для человека абсолютно ничего больше не несет. Вот так вот вам нужно поступать. Так вот вам нужно себя спрашивать, постоянно задавать себе такой вопрос, и тогда проблем у вас будет гораздо меньше. То есть поймите, этот момент, который я вам хочу донести, совершенно, как бы это сказать, совершенно таким, как он есть. Я не говорю, что после этого вопроса вы как бы справитесь со своим страхом, что все в страх уйдет. Нет. Так он будет с вами еще. Но вы встанете на путь его уменьшения, на путь его преуменьшения, и таким образом вам будет легче с ним бороться. Вам будет легче с ним жить. Кроме того, у ситуации, которые вы описали, существуют достаточно глубинные проблемы, глубинные причины, я бы даже сказал. Может быть, излишняя тревожность у вас была еще до болезни, болезнь только как бы запустила этот процесс, процесс реализации. Быть может, у вас раньше наблюдались такие вот тревожные триггеры поведения. Быть может, вы всегда это чувствовали, и тогда нужно работать, и в первую очередь нужно понимать, что то, что вы ощущаете сейчас, это как бы следствие только того, что у вас всегда было. И причины кроются гораздо глубже. То есть не все так однозначно. Я думаю, что если вы работаете психотерапевтом, вам нужно все-таки у него, более подробно узнать о том, когда и в какой форме, при каких обстоятельствах вам ждать результата от того, что вы делаете. Потому что сглобуется ощущение, что вы с психотерапевтом друг друга не понимаете. На этом все, надеюсь, что помпок вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!